итак давайте все-таки переговорим о слове ревизор я читал все время гоголя было клёво как человек все это дело продавал сегодня сейчас ревизор немножко делать делать другая канал такой есть дядица что ли девушка там приходит практически то же самое что и вот у нее белый цвет волос у меня лысый вот у меня и у нее там глаза какого цвета не знаю кого у меня серые черные глаза или или из того короче состояние души и тела вот и как она рассказывала я просто внезапно посмотрел сказал она какие-то ценники такие были полторы тысячи рублей говорю на полторы тысячи рублей нормально человек никуда не пойдет вот я не понимаю эту самую сумму с какого перепуга вы такие крутые что ли так вот я вам сейчас объясню что в любое телевидение это телевидение за деньги естественно и эта девушка она получает деньги вы понимаете что она получает деньги и не надо говорить что там что-то круто или что нет она получает деньги от своего хозяина вы понимаете да потому что если бы хозяин не сказал эта девушка никуда не пришла то бишь ну вы понимаете да это чистый на по на ворот и чистые понты для Для кого понты? Для кривых понторезов, что ли? Ну, кривые понторезы – это не те люди, которые зарабатывают деньги. А люди, зарабатывающие деньги в Магнитогорске, пушают и незадорого все это дело в столовой по-домашнему. Но не все любят по-домашнему. А я вот сильно люблю по-домашнему. Но, тем не менее, когда я бываю за рубежом, я люблю лобио, шашлык, свининку в порк виндала, тайских сомиков горячего копчения, пекинскую утку и египетских крабов. Но когда я прихожу в Россию, то первое блюдо, которое я ем – это солянка. И, походу, не только я его ем. Если люди хорошо готовят солянку, то, скорее всего, все блюда, ну, должны тоже хорошо удаваться, потому что оно такое не из легких, я бы сказал, то есть такое своеобразное. И можно еще такой же пример привести, в какое-то заявление приходишь, просишь цезарь. То есть смотришь цену на цезарь и примерно определяешь уровень ресторана, то есть чувствую ценовую политику. Вот как-то так и получилось. То, что мы едим в столовой по-домашнему, просто ум отъешь. Теперь вопрос о количестве он их в городе. Сколько вот вы бы видели предприятий, которые готовы кормить вас настолько вкусной домашней пищей в городе? Ну, здесь прям вот очень вкусно. Ноль. Ноль. Только сюда приезжаете? Да, только сюда я ездил. Вот, допустим, мы приходим сюда, в столовую по-домашнему. Пункт номер один. Я не собираюсь платить бешеные деньги. Ты готов за это заплатить? За быкновенную еду? Нет, конечно. Нет, и я тоже не готов, да? Да, да, да. Теперь вопрос возникает, сколько мы готовы заплатить? Ну, 150-200 рублей. 150 рублей, да, где-то примерно. Теперь нам интересует другой вопрос. Насколько это вкусно? Ну, в данной столовой это очень вкусная еда. Мне нравится. Ребята, может быть, вы хотите показать всем? Ну, давайте вместе. В ценнике мы определим, а качество я гарантирую. Это качество не одноименной гоголевской пьесы. Да, да, да. Вот это будет очень круто. Это будет супер круто. И это будет как раз для ревизора. Ха-ха-ха. Эх-ха-ха-ха. Да. Можно так питаться. Можно так питаться. Сниму. Продемонстрируем. Как в ревизоре. Ну, что я вам хотел бы сейчас показать. Что это обалденно. Я не знаю, что это такое. Солянка. Ну, давайте попробуем. Насколько это вкусно. Так, ну, вот язычки. Язычки, да? Язычки. Я их очень часто ем. Практически каждый божий день. С утра до вечера я ем языки. Я ем языки. Вы меня поняли? Я ем языки. Типа, я не ем языки, естественно. Теперь инсайт. Инсайт салат обалденный. Как она там говорит. Сейчас проверим. Недешевое удовольствие. Ну, и не сильно дорогой, кстати. Попробуем вот так вот. Вот так вот попробуем. Салат обалденный. Сейчас расскажу, что тут есть. Часто вы ели? Ну, подумайте. Часто вы едите? Очень вкусно. Пайнэпл часто вы едите? Здесь всегда вкусно. Да, говорят, что здесь всегда вкусно. Пайнэпл – это ананас. Ананас. Вот здесь вот нормально. Клево. И еще что там? Грудочка. Очень, очень вкусно. Так, пять баллов. И разнообразие большое. Потому что, ну, вот это я раньше не пробовал. Теперь, опять. Я бы хотел вам продемонстрировать замечательную солянку. Типа замечательную солянку. Хотя, я этих солянок очень-очень много. Я везде ем эти солянки. Не нравится. Не нравится вам такое поведение? И я не буду об этом говорить. Потому что по солянкам я демонстрирую любое место, в котором я появляюсь. Что же такое соляночка? Ну, пункт номер один. Я здесь солянку ем регулярно. И вам всем советую. Пункт номер два. Но, если честно, то круче солянки здесь я пока не видел. Разочек было. Но не здесь. То есть, где бы я ни ездил. И что бы я ни пробовал. Но солянка стала бы по-домашнему. Это крутизна. Обалденная просто. Вы знаете, и за солянку я здесь тоже ставлю 5 баллов. Теперь, возвращаясь к тому, что вы наверняка не кушали. А здесь это делать можно каждый день. Ну, или не каждый день. Надо просто попросить и узнать. Вещь чрезвычайно дорогая. Это языки. Вещь чрезвычайно дорогая. Но мы их тоже кушаем. Я прекрасно понимаю, что и мне тоже деньги платят. Я всем об этом говорю. Ребят, да, мне платят деньги. Но, скажите, пожалуйста, у скольких людей бы я кушал? Не так уж и много. Прежде чем покушать, я смотрю и получаю результат. С исключительной картошечкой. Я сейчас буду есть язычок. Как это делается везде и всюду. Вилка, ножик. Разворот, естественный. Сейчас мы его так обрежем красиво. И мясочка. Ну, конечно, язык это то, что доктор прописал. Кул. Кул. Тает. Тает язычок. Штука, конечно, весьма дорогая. Но она здесь работает и понимает. И вообще супер. Теперь, ну, везде 5-5-5 баллов. Поэтому разговоров даже нету. Цена. О, насчет цены. Да, это, конечно, не 150 рублей. Это подороже. Но вы понимаете, что я кушаю, да? Еще разочек, не могу. Если честно, покупайте себе языки. Обалденная штука, поверьте мне. Я все прекрасно понимаю, что всех там кормят. Но язык, это просто супер. Представляете, что такое? От винта. Да, стоит дорого. Ну, не сильно дорого, по сути. То есть, если бы все это дело было в другом, в том самом ресторане, в котором говорит ревизор, ну, наверное, 3 тысячи бы это дело обошлось. Здесь 270 рублей. Нормальная цена. Кроме всего прочего, кое-что на полочке сверху вы можете в другом месте купить, возле цирка. Там тоже закусочное по-домашнему. А в скором времени мы постараемся вам сделать и продемонстрируем, что столовая по-домашнему плавно перетечет из Ленинского района и захватить весь город. Так что, господа, которые хотят увидеть себя в ревизоре, подумайте, с кем вы будете работать и сможете ли вы так работать, как это делается здесь. А где все это? А на вокзальной 110. И для тех, кто хочет, а не может. Вот я рекомендую прокатить сюда, потому что и в торговый центр Чикаловский люди ездят и с Ржирикидзевского района, да и сюда тоже. Хочется вкусноты? Да, пожалуйста, вкуснота, сделанная по-домашнему. Так что, господа, слово ревизор – это слово крутых понтов. Крутые понты, которые нужны хозяину, прежде всего. Потому что, если такого не получится, никакого ревизора вы никуда не допустите. Ну, представляете, да? Пришла девушка, вот. Все это дело опомолило, а вы еще деньги заплатили. Я не знаю ни одного такого человека, который бы это сделал. Уж поверьте мне. Там ценники такие, нормальненькие. И понты такие, московские. У нас московских понтов нет, вы прекрасно понимаете. Мы занимаемся чем? Мы занимаемся тем, что готовим для вас столовую по-домашнему. Типа, мы кушаем для вас столовую по-домашнему, вы это и понимаете. И где столовая по-домашнему находится? На вокзальной 110.